Я хотел сразу спросить вас, понятно, что сейчас все обсуждают, все думают над тем, как изменилась ситуация в американской президентской гонке, когда Байден снял свою кандидатуру и сделал ставку на Камелу Харрис. И вот сейчас вокруг этого масса вопросов возникает. Во-первых, уже появилась вроде как пока не очень проверенная информация, что якобы Трамп заявил, что он не собирается дебатировать с Харрис. Но, правда, эта информация только от одного источника и не подтвержденного пока. Помимо этого, в общем, большая поддержка идет со стороны спонсоров, со стороны ведущих демократов кандидатуры Харрис. Как вы считаете, ну, во-первых, все-таки дежурный вопрос, считаете ли вы высокой вероятностью того, что она станет кандидатом в президенты от демократической партии? И второй вопрос, как вы оцениваете ее шансы? Значит, во-первых, да, я считаю, что она станет просто вот на ближайшем съезде этим самым кандидатом. И все остальные разговоры, по-моему, они, в общем, мало имеют смысла, потому что, ну, просто я тупо почитал американскую прессу, посмотрел их там телевизор. 76% демократов просто из тех, кто зарегистрирован демократой за то, чтобы Камалу Харрис стал кандидатом, во-первых. Во-вторых, уже сегодня было сообщение, что она заручилась поддержкой большинства делегатов съезда, уже заручилась, да. Поэтому, да, она станет, судя по всему, кандидатом, и не видно никакого сопротивления, кроме Барака Обамы. В общем, сопротивления-то и нет. Теперь дальше, вот как оценивать шансы на победу. Тут я вам так скажу, у нас же очень опасная, да, игра в том смысле, что американские зрители наши скажут, ага, вмешивается в наши выборы. Поэтому я все время должен подчеркнуть, нет, должен подчеркнуть, что это не в смысле, я вмешиваюсь, я оцениваю вероятности, да, вот я считаю, вот я делаю прогноз сейчас впервые на эту тему, ни разу не говорю, что на выборах она победит. На выборах она прям победит, да. И единственный раз, когда я это уже предсказывал, это в 2020 году, ну, правда, точно, факт, на бумаге, книга, которая называется «Эффект летучей мыши», которую я написал, я там написал, что в 2024 году президентом станет Камала Харрис. Я это написал в 2020 году. Так, фиксируем, фиксируем, коллеги, я думаю, что это надо просто фиксировать, вот акцентированно на этом внимание, в нашей программе Михаил Павлович Шейтельман подтвердил свой прогноз о победе Камала Харрис. Будем следить и оценивать ваш прогностический потенциал. Конечно. На президентском выборах победит Камала Харрис. Но, конечно, впереди еще долгий путь, и все, что сейчас мы наблюдаем, сейчас есть некая эйфория по поводу демократов, потому что, ну, понятно почему, потому что вот произошла новость, она случилась в воскресенье вечером, и уже понеслась такая волна, если вы заметите, там Трамп практически как будто выглядит так, как будто он молчит, хотя он что-то там говорит, но, в общем, мало кто сейчас обращает на него внимания. Он же сегодня объявил, что революция совершена, там свержение, свергли Байдена, революция в демократической партии и так далее. Но сейчас это пока не важно. Но если мы вспомним прошлую неделю, это была полностью неделя точно такой же волны республиканской партии, когда уже практически объявили Трампа победителем, уже все наблюдатели сказали, ну, все ясно, Трамп, вот, он уже выступал с этой речью победителя на своем республиканском съезде, все это выглядело как абсолютная победа Трампа, все-все-все, дело сделано. Также сейчас такая же эйфория в сторону, в обратную. Но на самом деле впереди огромная работа у обоих партий, конечно же, еще столько всего предстоит, еще, например, мало кто замечает, но вот сегодня, вчера буквально, там, этот кандидат в вице-президенты от республиканцев, Джей Ди Вэнс, он выступил против Камалы Харрис, ну, и там объяснял, почему она плохая, что с ней неправильно и так далее. Но это же последняя его попытка такое сделать, потому что пройдет буквально две недели, и у демократов появится кандидат в вице-президенты. Отдельно, другой человек, еще один, то есть третий, как бы, в иерархии. И будет Байден, потом Камалы Харрис, который кандидат, и с ним на равных, и будет еще кандидат в вице-президент. А у республиканцев будет два человека только, Трамп и Джей Ди Вэнс. И Джей Ди Вэнс уже пошлют дебатировать не с Камалой Харрис, а уже вовсе даже там с условным Шапиром, например, ну, с кем-то, кто станет кандидатом от демократов на вице-президенты. А вот там, если бы я сидел, мне бы карты в руки, если бы я сидел в штабе, нет, я понимаю, что они это и будут делать. Это же я у них учился, у этих самых людей, которые сидят сейчас в штабах этих партий. Ну, реально, я учился у американских политтехнологов, с ними работая в Израиле. И я уверен, что они сейчас сидят вот в штабе демократов и разрабатывают вот эту партию как шахматную. Что им теперь делать, когда у них в руках несколько одновременно орудий. Вот Байден, а вот Камала, а вот еще там условно Шапира или кто-то другой кандидат от вице-президенты. Кто кого должен бить, кто кому на что отвечать, чем. Это прям сложно вырисовывается. Интересная и сложная комбинация, на мой взгляд. Ваш прогноз, кто может быть вице-президентом? Кого Камала Харрис назначит? Не, ну тут я говорю слово Шапира. Я его говорю одновременно и в шутку, и всерьез. Это губернатор Пенсильвании. Честно, но это надо уж совсем знать такие. То есть, что мне тут... Тут, чтобы прогнозировать, надо прям реально знать внутри партийные расклады, которых я не знаю. Ну, слишком. Поэтому мой такой. Это в данном случае считайте, что я бросил монетку и выпал Шапира. Потому что мне нравится эта идея, чтобы без Шапира не обошлось, ни одни выборы не обходятся без Шапира. Мне как вот с точки зрения еврейского моего какого-то происхождения, мне это социально близко. И, кроме того, это некий ответ Трампу в том смысле, что Трамп такой произраильский очень кандидат. В то же время вроде как от республиканцев, понимаете? Евреи вроде голосовали за демократов. Но тут Трамп, который помогает Израилю вот так, действительно, по-настоящему, в прошлую катенцию, очень сильно помог Израилю. А тут вдруг появляется Шапира. То есть, мне хочется этой интриги. Тут я выдаю желаемое за действительное. Тут это нельзя назвать серьезным прогнозом. Когда все это начиналось, то была такая фантастическая, совсем гипотеза. Это было еще задолго до вот этого сокрушительного проигрыша Байдена Трампа во время дебатов. Ну, несколько человек, я слышал, высказывали идею, что было бы неплохо, так сказать, если бы демократы смогли переманить Ники Хейли на свою сторону. Я так понимаю, что этот вариант, он сейчас уже упущен окончательно, поскольку Ники Хейли заявила уже о своей приверженности Трампу. И это, конечно, очень жалко. Но сейчас поступила информация такая, что, так сказать, вот некая группа поддержки Ники Хейли, она заявила о том, что они готовы голосовать за Камела Харрис. Насколько это подтверждает, ваши наблюдения подтверждают эту информацию? И считаете ли вы, что потенциальный электорат Ники Хейли может перейти на сторону, может начать голосовать в пользу Камела Харрис? Значит, во-первых, если я так вот отнесусь сначала к этой идее про Ники Хейли, если брать такие дикие идеи на вице-президента, то у меня другое предложение к американскому народу, так сказать. Я серьезно считаю, что победной комбинацией был бы, это не будет пока, к сожалению. Но если бы Джорджа Клуни поставили вице-президентом при Камеле Харрис, что очень было бы, вы знаете, политически абсолютно грамотно, потому что почему нет? Это абсолютный демократ до мозга костей, это один из людей, который точно способствовал отставке Байдена прямо лично своим письмом, это человек с активнейшей жизнью, активнейшей политической общественной позицией, со своим фондом, много чего делающий. Он говорит, я с детства демократ, с детства пожу на выборы и так далее, и так далее. То есть это абсолютно, я бы сказал так, кошерно, даже по сравнению с Шапиром, в смысле, что если его поставить, у него 12 друзей, там, Оушена и так далее. Ну и почему нет, если Шварценеггер был губернатором Калифорнии, то вполне себе сработало бы. Но я что-то не думаю, что эти ребята настолько, ну это было бы, понимаете, после одного резкого такого движения, как уход Байдена, еще один резкий такой твист, но это уже трудно себе представить. Теперь вот по поводу того, кто за кого куда перейдет. Не имея всей картины, естественно, социологической, там, кто какие перетекания, это все можно смотреть на социологии. Но есть маленькая, которая я успел подглядеть одним глазком в ту социологию, которую успели сделать сейчас. И вот, что она показывает, интересно. С одной стороны, мы знаем, что по там спорным этим штатам, по той социологии, которая была до, Камала Харрис проигрывала, просто меньше проигрывала, чем Байден, но проигрывала Трампу. Например, там, в Пенсильвании проигрывала 1% по сравнению с тремя процентами, которые проигрывал Байден. Но есть, другая еще социология, есть такой метод, когда позитивный и негативный рейтинг и их разницу считают. Вот, например, я помню, как в Украине в свое время Порошенко занимал на выборах 2019 года, хотя Порошенко занимал второе место в первом туре с не таким уж прям катастрофическим отрывом, но было понятно, что он не может стать президентом из-за негативного рейтинга. Позитивный у него был там, не знаю, 25, а негативный 50, и ты уже никуда не денешься от этого. А у Зеленского негативного было там, 5%. Так вот, сейчас есть ситуация такая же в паре Харрис и Трамп. У Трампа позитивный рейтинг, то есть рейтинг доверия к Трампу выше, чем к Харрису, но негативный намного выше, чем к Харрису. И из-за этого там получается, что вот у Байдена разница между позитивным и негативным клапом минус 25%, у Трампа минус 11%, и у Харрис тоже минус 11%. То есть получается, что потенциал забрать кого-то у Харрис очень большой еще есть. Забрать тех, кто, ну вот грубо говоря, посмотрели люди дебаты, и после них они говорят себе, я не могу поставить галочку в вопросе, что я за Байден. А за Харрис-то могу, правильно? Ну вот я имею в виду по результатам прошлых дебатов. Вот, поэтому очевидно, что потенциал у Харрис просто большой, просто из-за того, что ее до сих пор не рассматривали всерьез. Это не автоматно, это не само произойдет. Теперь мы будем, естественно, ждать ее выступлений. Ей все-таки не давали говорить. Давайте честно скажем, что ей три с половиной года не давали нормально выступать, не давали ей никакой большой роли. Но, кстати, благодаря этому получилась очень неожиданная история, на мой взгляд. Смотрите, про Харриса. Был, например, только что был саммит мира в Швейцарии в июне. И вся Украина страшно переживала, что Байден нас предал, не поехал на саммит мира в Швейцарии. К нам не приехал. Прислал вместо себя Камалу Харриса. Ага, так он прислал-то кого, получается? Тогда это выглядело, как прислали кого-то. А сейчас, если она становится президентом, так она на этой фотографии. Это она была на саммите мира. Это ей теперь за это отвечает, за это движение по формуле Зеленского и так далее. Потому что она это все поддержала. Там стоит ее подпись под этим документом. Не Байдена, а Камалы Харриса. То же самое произошло, например, с конференцией в Мюнхене. Мюнхенская конференция по безопасности. Там тоже вместо Байдена приезжала Камала Харрис в феврале в Европу на эту конференцию. Тоже интересная ситуация. То есть получается и там она, и там она. Но публично мы ее не видели, потому что она не имела право, ну, скорее всего, по их договоренностям затмевать Байдена своими речами. Но в картине-то она была. И вот сейчас мы это посмотрим, она способна или нет. Я просто не знаю. Способна ли она все это красиво выдать на публику? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok